Ой, Велин, ты уже здесь? Да, решила кофе заварить. Будешь? Нет, смотри, я тут миленький чайничек прикупила. Чайничек? Ирина, Ирина, да, и вот так каждый раз. Давай вставай, ну, кофе, чай, кофе будешь? Ну вот, новая тема у нас уже родилась, по ходу дела. Встаем и идем сниматься, да? Кофе. Всем привет! С вами вновь программа «Что круче?» И мы ее ведущие. Эвелин и Эвелина. Как вы уже, наверное, могли догадаться, сегодня нашей темой будет «Что круче? Чай или кофе?». Ну, а пока Эвелина отходит от шока в связи с моей новой прической, посмотрим результаты предыдущего голосования. Угу, прическа. В заключении прошлой программы было открытое голосование, где вы смогли решить, что круче – городская или деревенская жизнь. Победителем стала городская жизнь. Не буду говорить ничего лишнего, просто спасибо. Маленький Будда. Чай? Снимает усталость и головные боли. Он уменьшает действия алкоголя и способствует отказу от его употребления. Так как чай является продуктом питания, он может утолеть голод. Также он облегчает самочувствие время жары и очень освежает. Чай может изводить из организма разные яды, а также он продлевает жизнь. Это, конечно, еще не доказано, но мы в процессе проверки. Так, ребята, кай, кофе. Одна чашка кофе в день может снизить риск заболевания, болезни Альцгеймера. А также, благодаря кофеину, кофе повышает активность вашего организма. И да, кофе не повышает артериального давления. Так что не волнуйтесь, пейте кофе и будьте здоровы. Ну что, как тебе твоя гадость? Вкусно, наверное. Ну уж, вкуснее эта зловонная жижи будет. Как ты обозвала? Это вообще-то напиток богов, если ты не в курсе. Почувствуй, какой аромат. Воняет тут на всю Ивановскую. Ага, конечно, ароматерапия. Какая ароматерапия? Чушня это, а не ароматерапия. Вот, вот только скажи мне хоть что-нибудь. И скажу. Как так? А вот так вот. Я молчать не собираюсь. И знаешь что? Вот, если я найду минус в твоем кофе, ты выпьешь моего чаю. Ты тогда выпьешь мой кофе. Идет. По рукам. Кофе понижает выносливость организма. Твой чай, он вообще-то вреден для сердца. Пей. Зубы тебе в уме. А кофе стимулирует процессы гниения и брожения в организме. Так что у нас живая мумия. Крепкий чай может вызвать проблемы желудочно-кишечного тракта. А кофе выводит из организма важный витамин В1. Чай это разновидность легкого наркотика. Тут-то я и вижу, что это какая-то неадекватная в последнее время. А кофе приводит к депрессии. Неадекватная. Чай плохо влияет на кожу и цвет лица. Так что пей. Поганка. Зато кофе оставляет налет на зубах. Будешь как папуаска ходить. Чай он вызывает бессонницу. Круги под глазами какие. А кофе вообще-то тоже его вызывает. Пей давай. Чай он вызывает нервные припадки. Тут я вижу, что ты неадекватная в последнее время. А кофе повышается уровень холестерина. Твой чай ослабляет зрение. Он очочки уже нацепила. А кофе не дает пище перевариться, между прочим. Ничего. Это не вредно. Все. Ну, Эвелин пьет чай, я пью кофе. У нас бессонница. А для тех, кто пьет на ночь молоко и крепко спит, мы расскажем сонник. Пить кофе во сне – это радостное известие, какое-то счастье. Ну, или же вас ждут гости, или вы отправитесь в гости. Заваривать кофе во сне – это в дороге. Так что можете смело собирать чемоданы и ждать своего путешествия. Ну, а видеть кофейную гущу во сне – это повороты судьбы. Так что не теряйте своего шанса. А что же судит вам чай? Если вы пьете во сне чай, значит, вас ждет печальная встреча. Если вы его завариваете, значит, неожиданная встреча с другом. И от вида чая тоже много что зависит. Например, черный чай – к нервному расстройству. Зеленый – к проблемам с желудком. А если вы пьете лечебный чай, значит, вас ждет легкое заболевание. Печатание. Такого как. Как вы уже поняли, наша передача подходит к концу. Мой кофе уже остыл. А мой чай подавно в такой-то кружечке. Ну, пока мы завариваем новые чай и кофе, вы можете зайти на наш сайт. Норртв. Точка. Юм. Проголосовать за кофе. Или за чай. Желательно дважды, конечно. Нет, трижды за кофе. За меня больше. Это очевидно. Все, закрыли тему. С вами были Эвелин и Эвелина. Заходите на наш сайт, голосуйте, смотрите. И оставляйте комментарии. Да, ждите новые выпуски. Обязательно. Пока. Пока. Да, давай. Допивай до конца. Пей, пей. Ребята, барабанная дробь. Давай. Не делай мне барабанную дробь. Алия. Эвелин. Эвелина. Так что... Переключайте, не переключайте. Не переключайте. Эвелина, падай. Падай. Один. А-а-а. Пока. Пока. Пока.